Речь идет о фьючерсных контрактах, базовым активом которых является погода, точнее на первом этапе температура воздуха. Смысл контракта заключается в том, что стороны заключают сделку, финансовый результат которой зависит от того, какова будет температура в некотором будущем времени. Например, средняя температура в январе месяце. В зависимости от того, насколько реальная температура, которая сложится в тот момент, будет отличаться от неких стандартных параметров, которые устанавливаются в момент заключения контракта, одна из сторон будет получать выигрыш, а другая, соответственно, выплачивать сумму проигрыша. Экономический смысл этого достаточно прост. Мы все знаем, что очень большая часть экономики зависит от природных явлений, несет в себе природные риски. В России это в принципе не оценивалось какими-то стоимостными показателями. Например, в Соединенных Штатах, поскольку этот рынок уже там функционирует, там все достаточно четко посчитано, порядка 10 триллионов долларов экономики зависит от тех или иных погодных рисков. Соответственно, встает вопрос, можно ли эти риски каким-то образом снизить. То есть может ли предприятие или компания, которая понимает, что от того, что в январе будет температура воздуха на 5 градусов холоднее, чем ожидается, ну, например, речь об энергетике идет, то есть энергетические компании, которые понимают, что у них объем ресурсов, которым потребуется сжечь мазута или газа напрямую, зависит от того, какая будет температура, могут ли они не в последний момент, когда уже 30-ти градусные холода случились, и они судорожно пытаются где-то найти мазут. Понятное дело, что в период ажиотажа им никто не продает, но если продают по каким-то безумным ценам, могут ли они каким-то образом заранее от этой ситуации обезопаситься и выстроить свою деятельность таким образом, чтобы от этих рисков не зависеть. То есть для них предоставляется такой инструмент, по которому они, заранее заключая контракты, скажем, на температуру, условно, среднюю температуру января минус 18 градусов, да, то есть они предполагают, что это нормальная для них температура. То есть в случае, если будет, скажем, температура минус 25 градусов, то на фьючерсном рынке они получат компенсацию, то есть денежное вознаграждение, которое для них послужит компенсацией тех убытков, которые они получат на рынке базового актива от того, что им придется очень дорого покупать, скажем, дополнительный мазут. То есть любой фьючерсный рынок, любое хеджирование с помощью фьючерсных контрактов, предполагает, что на данном рынке компания получает компенсацию своих, части своих убытков или полностью всех убытков, связанных с основной деятельностью. В данной ситуации, если мы говорим про энергетиков, то просто они получают компенсацию дополнительных расходов на приобретение энергоносителей в период холодной погоды, скажем. В мире существует несколько типов, причем эта линейка постоянно расширяется. Надо сказать, что вообще этот рынок достаточно новый, то есть его начало вообще в мире датируется концом 20 века. Сейчас эта линейка, она даже на самом деле расширяется. Сейчас известны помимо температурных контрактов, известны контракты на количество осадков, скорость ветра. Такие основные контракты. Здесь нельзя говорить о имитентах, просто имитентом является биржа в данной ситуации, то есть она эти инструменты предлагает. Участники, соответственно, приходят на биржу и имеют право заключать как контракты в одну сторону, так и в другую сторону. То есть здесь какого-то процедура эмиссии, как таковая, она не предусмотрена. То есть это предполагается, что биржа регистрирует контракт, утверждает у регулятора, и после этого, по сути, эти инструменты предлагаются на рынок. Но опять же мы говорим про то, что очень большое количество субъектов имеют риски погодные. Начинают с сельхозпроизводителей, понятное дело. Компании нефтегазового комплекса, у них объем добычи напрямую зависит от температуры воздуха зимой, скажем. Если смотреть более широко на данную проблему, туристические компании очевидным образом имеют погодные риски, авиакомпании те же, в конечном итоге производители мороженого и пива также имеют определенные погодные риски, и летом, скажем, когда очевидным образом объем потребления этих продуктов напрямую зависит от, насколько жарко лето или дождливо. Очевидно, что если посмотреть на карту России, то, скажем, сложно предположить, что есть некий один универсальный инструмент, одна температура, которая будет адекватна для всех регионов. Это будет похоже на среднюю температуру по больнице. В общем, ничего ценного здесь из этого показателя, скорее всего, не получится. То есть очевидно, что нужно выбирать несколько регионов в качестве базовых, и уже компания, которая расположена в том или ином регионе, она будет смотреть на показатель температуры в том или ином регионе, соответственно, который торгуется. То есть очевидно, что будет несколько инструментов по разным регионам, и они будут отличаться друг от друга. КОНЕЦ Продолжение следует...